Музыка Окунуться в прорубь перед работой для Владислава дело привычное. Закаливается уже четвертый год. Начинал с обливания холодной водой и обтирания снегом. Очень часто я пользуюсь такой методикой, что бегаю на лазутинке, пробегаю от центрального входа до проруби, я разгоряченный. И вот этот контраст дает еще больше эффект от купания. Новичкам в этом деле достаточно и 15 секунд. Закаляться нужно постепенно, только при правильном подходе это способствует оздоровлению. Резкое охлаждение, дополнительная нагрузка на сердце, предупреждают специалисты. Не стоит закаливаться и также купаться на крещение тем лицам, у которых есть хронические неинфекционные заболевания. Тем лицам, у которых есть инфекционные болезни, заболевания центральной нервной системы, например, эпилепсия. Паранхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания также являются противопоказанием. Беременные женщины и пожилые люди старше 65 лет тоже в группе риска. К слову, крепким должно быть не только здоровье, но и лед. На прочность его проверяют спасатели Центра гражданской защиты. Толщина в 15 сантиметров считается безопасной. На Сколковском пруду намерили все 40. Отдельный вопрос стоит это с купанием именно детей, несовершеннолетних, особенно малолетних. Тут сложно дать какой-либо совет, просто следует учитывать, что даже для взрослого организма погружение в холодную воду это стресс. А при погружении ребенка, естественно, нагрузка увеличивается в разы. Окунаться можно только в специально оборудованных для этого местах под присмотром спасателей и медиков. С собой нужно взять теплую сухую одежду. И главное, стоит еще раз взвесить все за и против перед тем, как войти в ледяную воду. Екатерина Крамор, Илья Павлов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.